Снежинка с обвязанными лучиками. Вот схема этой снежинки. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте. Ссылочка будет под видео. Начинаем вязать снежинку со скользящей петлей. На схеме нарисовано 2 воздушных петли, но я все-таки сделаю 3, поскольку эти петли подъема 1, 2, 3 будут соответствовать первому столбику с накидом. И вяжу 11 столбиков с одним накидом. И плюс петли подъема, то есть всего у нас будет как бы 12 столбиков с накидом по 2 столбика на каждый лучик. Лучиков 6, столбиков должно быть 12, с учетом петель подъема. Сейчас давайте посчитаю, сколько у меня тут петли подъема и считаю. 6, 8, 9, 10, 11. Еще разочек. 1, 2, 3, все правильно. И соединительный столбик в третью петлю подъема. Для этого, в общем-то, третья петля и нужна. Соединяем наше колечко. Затягиваем скользящую петлю. Вот мы получили кружочек основы. Что делаем дальше? 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Столбик с двумя накидами на первом столбике с накидом. 4 воздушных петли. Соединительный столбик на втором столбике. 4 воздушных петли. Столбик с двумя накидами на третьем столбике. 4 воздушных петли. Соединительный столбик на четвертом столбике. И так вот. Вяжем вот такие вот лучики. Еще не закончены. До конца. То есть 6 лучиков должно быть. Вот я дошла до конца второго ряда. Вот такие вот у нас 6 лучиков получились. Теперь мы их обвязываем. На каждой вот под воздушные петли вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. На столбике с двумя накидами вяжем соединительный столбик. 3 воздушных петли. И соединительный столбик в первую из этих 3 воздушных петель. И 4 столбика без накида на цепочке. Раз, два, три, четыре. Получается вот такой вот лучик. Здесь предлагается сразу начинать обвязывать следующую цепочку. Но в таком случае у нас снежинка будет вот лучики не очень острые. Поэтому я предлагаю вот сделать еще соединительный столбик. Причем сделать его можно прям вот между столбиками с накидом первого ряда. Чтобы лучики были поострее. И продолжать обвязывать лучики. 4 столбика без накида. Соединительный столбик на столбике с двумя накидами. 3 воздушных петли. Соединительный столбик в первую из этих 3 петель. 4 столбика на следующей цепочке. 4 столбика без накида. 2, 3, 4. И соединительный столбик на столбике с накидом первого ряда. Так вот лучики будут острее. И так обвязываем до конца. Вот такая снежинка у меня получилась в результате. Она, как вы видите, совсем не сложная. Небольшая, простенькая. Тоже можно навязать их достаточно много. Для того, чтобы была форма, я это обычно делаю на поролоновой губочке. Просто растягиваю, закалываю тут булавочками все лучики. Сбрызгиваю водой, можно раствором с крахмалом, если это у вас хлопок. И даю высохнуть. Это, в общем-то, вполне достаточно, чтобы снежинка хорошо держала форму. Но вот эта вот акрепла, она, в общем-то, и так довольно хорошо держит форму. Просто, так сказать, зафиксировать ее, расправить. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных, неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек.